Так, добрый вечер всем. Мы сначала, вопреки объявленному, продолжим предыдущую тему. Потом мы, я не знаю, успеем ли мы сегодня дойти до следующей темы, но прежде всего продолжим предыдущую и постараемся ее завершить. И тема эта довольно существенная. Я ее заглавил в скитании Ковчега Завета. И она в каком-то смысле является своего рода такой лакмусовой бумажкой. Через нее мы вообще можем понять многие важные, существенные моменты, связанные с библейским пониманием истории. Что, собственно говоря, вершит историю и какова роль Бога в этой истории. И в прошлый раз мы обсуждали вопрос о том, какую роль играл Ковчег Завета в победах народа Израиля и в его поражениях. Видели, что, в общем, вопрос этот не получает однозначного ответа. То есть, с одной стороны, мы могли бы предположить, исходя из пророчества, обращенного к дому Ильи, что поражение, которое потерпело войско Израиля в войне с филистимлянами, это наказание за грешное поведение дома Ильи. И поэтому Ковчег Завета не помог. С другой стороны, мы как бы выдвинули и другую альтернативную концепцию, альтернативное понимание, что здесь, возможно, Танах имплицитно борется, полемизирует с представлением, согласно которому некая священная вещь, которая даже может являться презентацией Бога, и так она, собственно говоря, и заявлена. Присутствие Ковчега Завета на поле боя, это в каком-то смысле присутствие самого Бога, не является однозначным и безусловным путем к успеху, путем к победе. И что не человеческие желания, не человеческие чаяния определяют то, что должно произойти, а суверенная воля Бога, не зависящая ни от кого. И Ковчег Завета не помог израильскому войску во время войны с филистимлянами и был даже захвачен в плен. Но после этого, оказавшись в плену, этот Ковчег Завета начинает вести себя вполне как такая персона, и он не спровергает прежде всего истукан филистимского истукана, который презентирует их бога Дагона прямо в его святилище, а потом он поражает самих филистимлян различными язвами и болезнями, которые, видимо, как-то коррелируют. Это мы тоже сказали в прошлый раз с представлением о казнях, которые Бог наслал в свое время на Египет. Это даже упоминается здесь в рассказе. Филистимляне вынуждены, произведя некоторый эксперимент, который мы тоже описали в прошлый раз, эксперимент с коровами и телятами, отпустить Ковчег Завета домой. Ближайшее место, куда он может дойти, Ковчег Завета, это Бейтшемеш. И здесь мы остановились. Ковчег достигает Бейтшемеша. И там повозка с Ковчегом останавливается, повозка с Ковчегом, с дарами. И когда это происходит, то жители разламывают эту повозку и приносят самих коров в жертву Богу. А левиты, которые находятся там, спускают Ковчег Завета, а также посланные филистимлянами дары. И Ковчег оказывается на территории Бейтшемеша. Это видят филистимляне и понимают свое бессилие перед Богом Израиля. Казалось бы, это такой хэппи-энд, но здесь нас подстерегает новая неожиданность. А именно следующее. Буквально через несколько стихов вдруг нам рассказывается о том, что Бог поразил жителей Бейтшемеша. И поразил он их не за то, что они, скажем, совершили какой-то конкретный грех. А как тут сказано, Больше 50 тысяч человек было поражено, и народ пребывает из-за этого в трауре. И они говорят следующую фразу. Кто может устоять перед Господом Богом святым этим или отделенным этим? Кто бы забрал от нас, от горословной ивритии, Но по-простому, кто бы забрал от нас этот ковчег. Перед тем, как мы продолжим наблюдать за путешествием, за скитаниями ковчега, мы должны задаться вопросом. Что это значит, вот эта вся ситуация, когда Бог поражает жителей Бейтшемеша из-за того, что они видят ковчег? Что это, собственно говоря, значит? Значит, ну, может быть, правильное было бы начать с того, что, согласно Торе, ковчег завета находится в святая святых, куда допуск разрешен только когеном, только священникам. Правда, этот ковчег, согласно определенным источникам, выносится время от времени именно для того, чтобы он находился среди стана Израиля на поле боя. При этом его должны нести левиты, и впереди должны находиться священники, когены. Он не является по-простому предметом повседневного пользования и не может постоянно находиться на глазах у простых людей. Почему? Здесь мы подходим к такому моменту, который обычно называют на латыни термином «мистеримум тримендум» – тот ужас благоговения, которое должно внушать присутствие Бога и его той или иной презентации, то, что его презентирует. В данном случае таковым является ковчег завета. Бога нельзя видеть и остаться в живых. Это то, что Бог говорит в ответ Моше в книге «Шимот». Как раз на следующей неделе мы будем, в следующий шаббат будем читать этот отрывок. История Моше просит Бога показать ему его, его славу. И Бог отвечает ему, не может человек увидеть меня и остаться в живых. Но ирани адам вахай. Почему? Опять же, потому что Бог, в принципе, трансцендентен. Его отделяет от человека непроходимая дистанция. Дистанция, которую Танах постоянно подчеркивает. Небо принадлежит Богу. Земля отдана людям. Перейти эту границу никому не дано. Поэтому приближение к Богу чревато опасностью для жизни. То же самое говорится и в момент самого высокого откровения, высшего откровения в Торе, в Синайского откровения, когда Бог предупреждает Моше и просит, чтобы тот предостерег народ, чтобы они не поднимались самовольно на гору Синай, ибо иначе они погибнут. Мы неоднократно видим и в других эпизодах Танахи, что люди, которые по той или иной причине удостоились видеть некую субстанцию, некое существо, некую личность, которая несет на себе божественные черты, даже если это не сам Бог, а лишь его ангел, это приводит людей в ужас и ощущение неминуемой смерти. А так, например, реагирует на такое вот видение родителей Шимшона, Мануах и его жена. Вот так что как бы в рамках… Вроде бы только он реагирует. Ну хорошо, только он реагирует, она его успокаивает и говорит, что раз он нам таким представился, то значит, и мы при этом остались живы, то вряд ли он хочет нас убить. Но как бы исходная все-таки предпосылка состоит в том, что человек, оказавшийся перед Богом или перед ангелом, это человек, который подвергается серьезнейшей опасности. Они оба падают на землю, и Мануах действительно говорит, «Мы умрем, ибо Бога мы видели». Так что то, что происходит сейчас с жителями Бейшемеша, это в каком-то смысле нечто подобное. Они видят ковчег Господень. Опять-таки, отдельный вопрос заключается в том, в каких ситуациях все-таки позволено видеть ковчег. Ситуации военной такое возможно, есть какие-то определенные моменты, скажем, которые описываются в Танахе, когда, например, народ переправляется через Ярдан во главе с Йошуа, тоже видят ковчег, но, впрочем, находятся от него на значительном расстоянии. Вот здесь жители Бейшемеша позволили себе видеть ковчег, смотреть на ковчег Ракуба-Арон, и эта инициатива оказалась наказуемой. В этом смысле в чем-то нивелируется разница между ними и филистинлянами. И тех, и других фактически постигает одна и та же судьба. Близость к Богу, чрезмерная близость к Богу, может привести к катастрофическим результатам. Мы это увидим и дальше. Поэтому жители Бейшемеша посылают некоторых посланцев в город Кириат-Ярим, находящийся на границе примерно между коленом Иуды и коленом Беньямина. И просят забрать у них ковчег. Почему именно к жителям Кириат-Ярим? Не до конца понятно на самом деле. Надо полагать, хотя это не прописано прямо, что ковчег попадает в дом к людям, которые могут его держать. То есть они должны быть или когены, или левиты, по меньшей мере. Опять же, это не прописано, но, видимо, это как бы исходная предпосылка, потому что действительно ковчег Завета попадает туда и оказывается в доме некоего Авинадава. Их как бы посвятили, осветили для того, чтобы они охраняли ковчег Завета. Мы увидим, что как бы иначе всю эту ситуацию понимает автор Девриямим, но как бы так, как это изображено в книге Шмуэля, значит, на данный момент это единственное спасение, что ковчег Завета находится в некоем скрытом месте от чужих глаз, и есть специальные люди, которые поставлены для того, чтобы его охранять. И мы надолго забываем о ковчеге Завета. Он как бы исчезает из поля зрения в книге Шмуэля, первой его части. Здесь я с вашего разрешения сделаю share screen и открою файл. Окей. Мы здесь. Когда же ковчег Завета вновь появляется на горизонте? После того, что он попадает в дом Авинадава, он надолго... 20 лет о нем вообще никто ничего не говорит. И было 20 лет. И только после этого дом Израиля вспомнил о Боге. Значит, что это за 20 лет? До конца непонятно, что происходит в этот промежуток времени. Но, во всяком случае, после него народ обращается к Шмуэлю и просит помолиться за себя, с тем, чтобы его простил их. После чего рассказывается о реванше, о победе Израиля над филистимлянами в том же самом месте, и Эвенаэзер. Но ковчег при этом не упоминается. Ковчег появляется на горизонте гораздо позднее. В книге Шмуэля, во второй части книги Шмуэля, в шестой главе, когда царем является уже Давид. Мы пропускаем весь период царствования Шауля. В период царствования Шауля ковчег не упоминается. Это будет играть довольно важную роль с точки зрения автора книги «Хроник». Что же происходит здесь? Давид, уже будучи царем, собирает воинов, 30 тысяч человек, и они выносят ковчег завета. Значит, он здесь называется Баалей-Иуда. Да, это повлекло некоторых исследователей к тому, чтобы утверждать, что эти рассказы принадлежат разным авторам, согласно одному из которых ковчег завета пребывал в Кириат-Яориму, а согласно другому – Баалей-Иуда. С другой стороны, существует альтернативное мнение, что Баалей-Иуда – это другое название для того же самого места, для Кириат-Яорим, и что рассказ, в общем, целен. Это мнение, помимо классических комментаторов, высказал в начале 20 века исследователь Леонард Рост, который написал целую монографию на эту тему. Вот, и ковчег выносят, при этом подчеркивается, что это ковчег, где, на котором как бы, который назван именем бога воинства, который восседает на Кируах ковчега. Ковчег снова водружают на повозку. Она здесь названа Эль-Агала-Хадаша, возможно, с намеком на ту повозку, на которой ковчег прибыл в свое время в Байчене, что есть это другая повозка. И его несут из дома Авин-Адава, при этом повозкой правят сыновья Авин-Адава, которые здесь названы Уза в Ахьо, согласно другому прочтению Уза и его брат Ахим, возможно, тот самый Элязар, который был упомянут в качестве сына Авин-Адава в книге Шмуэля, в первой части книги Шмуэля. И дальше происходит опять некий сбой. Давид, весь дом Израиля, радуются перед Господом, играют на музыкальных инструментах. И тут на пути происходит следующее. В какой-то момент скот, который везет ковчег, опять же, видимо, коровы, спотыкаются. И тогда Уза, сына Авин-Адава, придерживает ковчег. «Вышла Хуза Эль-Арона Эл-Ухим, ба Йохизбо кишамту Абака». «И возгорелся гнев Господень на Узу и убил его там Бог Аль-Хашаль». Слово не совсем понятное, возможно, результат ошибки переписчика. Некоторые понимают его как беспечность, связанная со словом шалва. Некоторые понимают это как какой-то странный термин, обозначающий нечаянное преступление. В любом случае Уза умирает, отчего Давид приходит в большое расстройство, говоря о том, что он дает, согласно этому рассказу, рассказ носит этиологический характер, этому месту название «Перец Уза». И в страхе перед Богом Давид говорит, «Как же тогда этот ковчег завета придет ко мне?» «Ко мне» – это значит «в Иерусалим», место, которое я ему предназначил. Что же здесь произошло? Мы опять, очевидно, что мы как бы нащупываем звенья одной и той же цепочки. Раз за разом с ковчегом завета происходит одна и та же история. В тот момент, когда он находится среди людей, эти люди поражены. Первый раз – это войско Израиля. Второй раз – это филистимляне, среди которых находится ковчег. Третий раз – это жители Бейтшемеша. И, наконец, вот этот четвертый раз – Уза, который поддерживает ковчег. Чтобы тот не упал. Казалось бы, намерение абсолютно благое. И, тем не менее, оно карается столь сурово. Но Уза погибает. И, видимо, при этом объяснение никакого текста не дает. Но, видимо, все дело, опять же, в том, что Уза позволил себе с точки зрения рассказчика вступить в непозволительный контакт с священным предметом, который в данном случае символизирует Бога, его присутствие. И ничто в таком случае не спасает. Мы можем вспомнить другой рассказ, который в еврейской традиции, особенно в еврейской мистике, был напрямую связан с историей Узы. Это история о гибели двух сыновей Аарона – Надава и Авигу. История, которая описана в книге Вейкра. В данном случае речь, казалось бы, идет о людях, обладающих необходимым разрешением вступать в контакт с божественными, со священными. Тем не менее, они делают нечто такое, что приводит их к неминуемой смерти. Что именно они делают? Это отдельный вопрос, обсуждаемый широко комментаторами, что такое чужой огонь, который они вносят. Но, во всяком случае, никто не может быть защищен от гнева Бога, если приступается некая граница, чем и вызван страх Давида. И поэтому снова Ковчег не оказывается в том месте, куда он должен, в конце концов, прийти, в Иерусалим, а попадает в некий дом, как тут сказано, Овед-Идом-Хагити. Мы ничего не знаем, кто такой Овед-Идом-Хагити. Его имя, может быть, намекает каким-то образом на эдумейское происхождение, возможно, нет. С другой стороны, то, что он из Гата, возможно, намекает на какую-то связь как раз с филистимлянами. Текст ничего не сообщает нам об этом, но сообщается, что в течение трех месяцев, когда Ковчег находится в доме этого Овед-Идома, Господь благословляет его и весь его дом, всю его семью. То есть с ним ничего дурного не происходит. И лишь после того, что об этом рассказывается Давиду, тогда он решает перенести Ковчег в Иерусалим. При этом на этот раз не просто это сопровождается радостью, но и постоянным принесением жертв после каждых шести шагов трубят в шофар. И таким вот образом Ковчег Господень вступает в Иерусалим. И его водружают там на предназначенное ему место. Параллельно я сейчас не буду в это слишком сильно вникать. Сейчас дам возможность людям отреагировать. Но параллельно происходит некоторая ситуация, которую мы еще обсудим. В свое время диалог между Давидом и его женой Михалию, дочерью Шауля, который обвиняет его в том, что он ведет себя неподобающим лицаря образом. Он же говорит, что перед Господом я готов унизиться до любых пределов. И это на самом деле демонстрирует то, что Давид понимает, что перед Богом царь и простой человек абсолютно равны. И опасность, опять же, погибнуть равным образом может коснуться как царя, так и простого человека. В сущности, после прочтения всех этих текстов книги Шмуэля, мы, в общем, остаемся с некоторым иррациональным осадком. Что же в конце концов здесь произошло? Почему такие странные пертурбации? Чему текст хочет нас научить? Почему Ковчег не мог напрямую прийти в предназначенное ему место, скажем, в Иерусалим, которое Давид ему приуготовил? Ответов на эти вопросы нет. И такое общее ощущение, что все это действительно вот этот самый мистериум тримендум. Бог стремится к тому, чтобы люди, даже близкие к нему люди, ощущали страх и трепет. Тот страх и трепет, о котором, скажем, Серен Керкегор писал в своей книге. Такое ощущение необъяснимости происходящего, абсурдности, с которой сам человек справиться не может. И в конечном счете лишь суверенная воля Бога решает, как дальше будут развиваться события. Так это выглядит в книге Шмуэля. Перед тем, как мы перейдем к книге Деврея Эмим, как она это все интерпретирует, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, самое время их задать. Давайте я пару слов скажу, если можно. Пожалуйста. Помним только про регламент. Регламент две минуты. Я сразу начну с конкретной вещи. Значит, вот почему, когда накренился, эта повозка с ковчегом, и до нее дотронулся сын Аминадава, так я понял, да? Да. Вот почему он погиб. Тут, в общем-то, и как этот случай, так и все случаи. Просто, ну, пока я не говорю, для чего это делать, я говорю только, значит, механизм. Что с ковчегом, с этой святыней надо поступать по всем тем правилам, которые говорили в таре. Значит, ковчег носили на руках, на шестах. Его нельзя было везти на повозку. Это очень четко подчеркнуто в таре. Что сын Акиата носили его на руках. Нельзя его... Им не дали никаких, значит, этих валов, не дали этих быков. Именно потому, из-за его святости, что его надо было носить на руках. Вот. А все остальные случаи, они, значит, так могут быть объяснены. Например, почему на войну его нельзя было брать. Тут зависит как бы не от механического действия того, что взяли ковчег и сразу будет присутствовать. А в зависимости от праведности тех, кто идет на войну, насколько они, так сказать, преданы и готовы, так сказать, идти на эту войну. Вот может быть такой вот момент, да? Вот. Так же, как и все остальные, так же, как и случай то, что они, конечно, должны находиться... Ковчег, как святыня, должен действительно, то, что вы подчеркнулись, находиться или улювим, или укуаним. То есть тем людям, которым разрешается входить в Йом-Кипур, значит, и видеть этот ковчег, и то, что умерли сыновья, да, они тоже, значит, арона. Это тоже было нечто непозволительное. То есть ряд правил, которые потом, которые автор, как бы, этот использовать потом, для того, чтобы, значит, показать, когда, значит, кто правден, кто неправден, и где ковчег, и кто должен властвовать, и тогда... Эмиль, я тихо извиняюсь, в чем вопрос? Эмиль не вопрос задал, а некоторую интерпретацию предложил. Я сразу же отреагирую, я отреагирую на интерпретацию, скажу, что то, что пытается сделать Эмиль, это ровно то, что мы увидим в книге Деврея Мин, то есть попытку рационализировать повествование книги Шмуэля. Значит, конечно, всегда можно сказать, что даже если автор, рассказчик чего-то не договаривает, он, может быть, это имеет в виду, вот, но доказать мы это не можем, да, действительно рассказы в книге Шмуэля не дают каких-то конкретных объяснений тому, что происходит перед нами с Ковчегом Завета. Там не говорится, что проблема заключается в том, что Ковчег везли на повозке, что его не несли на руках, что несли его не те люди, да, этого всего не сказано. В книге Шмуэля наличствует некоторый, это то, что я пытался подчеркнуть, некоторый элемент иррациональности контакта между Богом и человеком. Просто сказано, что Бог, гнев Бога возгорелся на УЗУ в тот момент, когда он подхватил Ковчег. Мы могли, казалось бы, ожидать, что это случится еще раньше, в тот момент, когда они вообще выдрузили Ковчег на повозку и повезли его. Я могла бы, извини, я могла бы подумать, что ты вообще УЗЕ воображаешь, что Бог Всевышний, он не может поддержать сам себя. Ты как к нему пренебрежительно, ох, он нуждается в твоей помощи. Можно и так. Интерпретации может быть много, я хочу сказать. Это то, что первое приходит в голос, даже есть такие комментаторы. Конечно. То есть, необязательные заполоски. Если бы, действительно, достаточно есть мест, в которых, да, объясняется, в чем была проблема, а в данном случае действительно ничего не объясняет. Это то, что я и хотел подчеркнуть, что автор книги Шмуэля не дает такого рода рациональных объяснений всей этой истории с Ковчегом Завета. Эту роль на себя берет, действительно, автор книги Деврия Мима. Давайте сейчас посмотрим, и тогда продолжим обсуждение. Один вопрос. Я дико извиняюсь, но как бы, начиная с моего первого, по-моему, раза прочтения этого текста до сих пор, по-моему, самый простой вопрос, который возникает, послушай, я дико извиняюсь за банальность. Простейшая ситуация. Человек подскользнулся и падает. Он пытается схватиться рукой и найти какую-то опору. Без всякой мысли о том, надо опора, не нужна опора. Это первая, естественно, реакция человека. В данном случае поскользнулся это не человек. В данном случае поскользнулся не человек. В данном случае поскользнулся скот и стал падать ковчег. Я согласен. Я согласен. Но это тоже естественная реакция. Послушай, что-то падает. Ты как бы подставляешь руки и все. Вполне естественное, но из рассказа книги Шмуэля получается, что это естественная реакция чревата наказанием. Да. Да, и это с лиха, мне кажется, что это принципиально отличается от кейса, который был у Лада Файвил. Они сделали не случайно, у них, может быть, было импульсивно, но все-таки это было продуманное, это было Мехуван. Здесь может быть ситуация, когда это вообще Лада Файвил? Ну, можно пытаться как бы так все разделить, хотя мы на самом деле, я специально сказал, что я не очень хочу вдаваться в историю Снадава Мальвигу, там очень много разных комментариев, потому что они сделали, в самом деле это было намеренное действие или случайное действие, которое, значит, было, там, я не знаю, совершено под влиянием некоторого состояния аффекта, мало ли что. Там тоже, на самом деле, не ясно, что Снадава Мальвигу, но ясно только одно, что некоторое действие человека, которое он производит по отношению к священным предметам или в священном месте, может привести к трагическим для него последствиям. Можно вспомнить, в связи с этим, предупреждения Бога, например, обращенные, там, скажем, к Моше и потом к Иошуа, что нужно снять обувь, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Ты не можешь, значит, если ты продолжишь оставаться обувью, и ты, видимо, как бы из этого следует, что ты подвергаешь себе серьезной опасности, я тебя предупреждаю об этом. Вот, и так, некоторых предупреждают, а некоторых нет, и на это нет, как бы, тут нет какой-то четкой системы и нет единого объяснения. Но то, что было в глазах автора книги Ишмуэля вполне приемлемо, как бы вот это восприятие божественной силы как чего-то необъяснимого, не только в книге Ишмуэля Бог представлен так, мы можем найти это, скажем, в книге Иова и в других местах Танахи, то было совершенно неприемлемо в глазах автора Деврея Мим, который творил персидскую эпоху, и для которого существовал, и это то, что сказал Эмиль, да, но это именно для автора Деврея Мим релевантно, не для автора книги Ишмуэля. Для автора Деврея Мим существовал кодифицированный текст Торы, который обязывал его объяснять исторические события, известные ему из его источников, таким, а не иным образом. Вот мы сейчас посмотрим, какие изменения он внес в этот рассказ. Извините, а можно еще вопрос как раз по методологии? Конечно. Я, может быть, не совсем правильно поняла описание курса, но если речь идет об истории, мы же не можем исследовать текст, пользуясь только им самим, исходя из его внутренней логики. А что с другими источниками? Есть какие-то параллели где-то, там, например, хетские обычаи переходить от святыни к святыне, или то, что с полосками, использование этих знаменитых полосок ритуальных везде на Ближнем Востоке, или вы говорите, это персидская эпоха, может быть, что-то персидское. То есть ничего же непонятного относительно текста из него самого. Ну, я с вами согласен. Действительно, как бы, опять же, желательно было бы, если бы какие-то исторические события имели бы определенные параллели, или, по крайней мере, излагались бы в других более-менее независимых источниках. Нет, не исторические события. Если нет, так нет. Как бы это другое. А вот, например, значение каких-то культовых действий, оно же явно где-то есть в параллели. Не в тайге живем. Не в тайге живем. Это верно. Значит, как бы само по себе представление о том, что божественное присутствие может быть опасным, и поэтому оно наводит ужас. Это как бы представление не какое-то уникальное, свойственное библейскому тексту. Да, вот в Египте, например, говорят, почему делают саркофаг мумии фараона таким многослойным, не только для того, чтобы защитить мумию, но и для того, чтобы защитить внешний мир от того священного, во что превращается фараон после смерти. Да? Да. Ну, вот, мне кажется, что это было бы интересно. Я согласен, я согласен. Я только еще раз говорю, в данном случае, как бы, значит, не то, что, по крайней мере, мне не приходит сейчас в голову, я не помню, может быть, вы их, а вы помните, какой-то похожий рассказ, да, который мог бы составить параллель не в смысле того же исторического события, а похожий рассказ на то, который мы сейчас прочли про того же УЗУ. Да, значит, как бы, вот, как бы, есть некоторые общие мотивы. Мотивы, конечно, есть. Есть и рассказы о том, как боги на Древнем Востоке, значит, как бы, разгневавшись, могут уничтожать свои собственные святилища или своих собственных, значит, служителей за те или иные провинности. Это понятно. Но, как бы, вот, такая вот, как бы, тематическая параллель тому тексту, который мы сейчас читали, мне, например, неизвестна. Если вам известно, вы можете сказать. Нет, я как раз хотела услышать от вас. Нет, мне неизвестна такая тематическая параллель, как бы, сказанная вот со скитаниями ковчега. Это, как бы, такой мотив, который... Я же говорю, возможно, это вот у хеттов есть такое, что они именно обходят святилища разные, да, раз в году. Да. Трожественно. Ну, мне не приходят в голову более точные параллели. Ну, хорошо, если мы что-то на эту тему сможем еще обнаружить и найти, то мы скажем, а сейчас я, значит, как бы сопоставлю все-таки тексты. Что сделал автор Деврея Мим с рассказом о скитаниях ковчега? Значит, прежде всего, мы видим, что Давид, согласно версии Деврея Мим, собирает вокруг себя не просто народ, а священников и левитов. Да, это подчеркнуто. Он как бы не начинает движение ковчега без того, чтобы собрать священников и левитов. Для него это, как бы, такой принципиальный момент. Теперь попутно то, что делает автор Деврея Мим и то, чего не делает автор Куришмуэля, он, как бы, так, между прочим, пинает Шауля. В третьем стихе он говорит «Венасэба этарон элогейну элейну килёдрашну губэ имей Шауль». Мы перенесем ковчег к нам. Почему он до сих пор не перенесен? Потому что ковчег никто не взыскивал, не обращался к нему во времена Шауля. Это как бы в книге Шмуэля тоже не говорится о том, что во времена Шауля обращались к ковчегу, но это напрямую не высказано. То, что не высказано напрямую, то озвучивает автор Деврея Мим, ну, как бы, своего рода такой, если угодно, я бы назвал такой библейский мидраж. Ковчег оставался на месте, потому что во времена Шауля он был никому не нужен. Все соглашаются, и дальше рассказывается о том, что Давид собирает весь Израиль, причем границы какие-то очень широкие. Ощущение такое, что автор Деврея Мим здесь как бы мыслит категориями не только царства иудея, израильского царства во времена Давида, но скорее, как бы, диаспорными категориями своего времени, когда Израиль находился и в Египте, и на севере. И вот Ковчег переносит из Кириат и Арим. Дальше рассказ движется более или менее в соответствии с книгой Шмуэля. Но потом, после того, как рассказывается о гибели Узы и о том, что Ковчег был перенесен в дом Увед и дома, дальше мы увидим, что начинаются существенные изменения. Значит, прежде всего, автор Деврея Мим подчеркивает, что Давид приготовил специальное место после этого для Ковчега Завета, специальный шатер. Затем он говорит, все это происходит уже после истории с Узой, «Аз Амар Давид ло ласетет аарона иллюхим ки им халевиим ки вам бахар Адунай ласетет аарон Адунай у лишарто Адунам». Только левиты могут носить Ковчег Завета и служить ему навеки. Из чего мы делаем вывод, дальше это будет проговорено более ясно, что, с точки зрения автора Деврея Мим, неавинодав, не его дети таковыми не являлись и поэтому пострадали. Давид снова собирает Израиль с тем, чтобы перенести Ковчег Завета на место, которое он ему приготовил. Собирает сыновей Аарона и левитов, подчеркнуто, что священники, об этом мы говорили в прошлый раз и позапрошлый, с точки зрения автора Деврея Мим, единственные священники, которые имеют право на священство, это потомки Аарона. И они тут дальше перечисляются, кто они. И Давид обращается к левитам и говорит, что вы должны осветиться, очиститься перед тем, как переносить Ковчег Завета в Иерусалим. И вот здесь, как бы, главная фраза. Ки лемабаришона леатем парац адунай логейну бану килодрашнугу камишпат. Потому что вначале это были не вы, и Господь, Бог наш, поразил нас, потому что мы взыскали его неправильным образом. Не так, как это предписано по закону. И дальше он рассказывает, что коэны и левиты действительно осветились с тем, чтобы переносить Ковчег. Левиты несут Ковчег на руках. Так, как заповедал Моше по слову Господню на плечах, на шестах, которые они несут на своих плечах. Значит, только таким образом могут нести левиты Ковчега, как это действительно прописано в Торе. Значит, при этом не просто народ поет перед Ковчегом, а Давид ставит левитов, специальных левитов, которые должны как бы петь и играть на музыкальных инструментах, ибо такова была традиция, существовавшая во времена Второго Храма. Левиты не только те, кто служат в храме, помогают священникам, коэнам, они еще и те, кто поют и играют. Дальше они перечисляются. Среди них есть некоторые персонажи, которые известны нам по заголовкам книги псалмов. И, значит, после этого, после того, что этот Ковчег выносит из дома у Веды дома, Бог, как тут сказано, помогает левитам, которые несут Ковчег, и они при этом приносятся жертвы. Сам Давид одет в одежду, похожую на священническую, хотя он сам с точки зрения автора Деверея мим священнических функций не имеет, но он как бы участвует в этом шествии. Единственное, что может оправдать это участие, это его какое-то подобие священству. При этом еще сообщается нам о том, что Увед и дом, у которого был Ковчег Завета до сих пор, был сам левитом. Значит, Увед и дом превращается в левита. Таким образом, автор Деверея мим вносит еще одну рациональную струю в наше повествование. Почему пострадали дети Авинодава, почему пострадал Уза, потому что они левитами не были. Потому что, вообще-то говоря, они не должны были держать у себя Ковчег, и наказание рано или поздно должно было их постичь, так или иначе. В то время как Увед и дом, которого, повторяю автор Деверея мим, превращает в левита, поэтому и преуспел, потому что он как бы имел право держать у себя Ковчег Завета. Таким образом, если мы это подытоживаем, то мы можем сказать следующее, что автор Деверея мим как бы каким образом изменяет теологическую картину мира, которую мы видели в книге Шмуэля. Он убирает полностью все иррациональные, можно сказать, абсурдные моменты, обнаруживаемые в отношениях между Богом и человеком и в поведении самого Бога. Все приобретает очень строгий такой легализационный характер. Все по закону, все по правилам, все так, как должно быть, все так, как предписывает Тора. Если народ ведет себя в соответствии с предписаниями Торы, тогда никаких несчастей случиться не должно, они не случаются. Если же происходит нарушение, даже при самых лучших намерениях, тогда следует ждать наказаний. И поэтому в качестве эпилога ко всему этому в начале книги Млохим уже во времена Шлумо рассказывается о том, как Ковчег Завета торжественным образом переносится в построенный Иерусалимский храм. И как бы там начинается служба, подчеркивается при этом, что в самом Ковчеге ничего нет, кроме каменных скрижалей, которые положил туда Муше. И как бы таким образом гармония восстанавливается. Эта же история практически без каких бы то ни было изменений приводится и в книге Девреймин. То есть, если мы подводим итог, то мы можем сказать так. Это все, что происходит перед нами. Это история или нет? Как это назвать? С точки зрения, скажем, человека, живущего в эпоху просвещения, а потом в эпоху уже более или менее новое время, 18-19, начало 20 века, это не является историей. Поскольку здесь имеют место некие события, которые необъяснимы и недоказуемы экспериментально. С точки зрения эмпирической, с точки зрения библейского рассказчика, с точки зрения книги Шмуэля, это и есть в каком-то смысле центр истории, ее нервный узел, значит, как бы от тяжелого кризиса к некоему восстановлению, к восстановлению гармонии. И в центре всего стоит вот этот Ковчег Завета. Кризис начинается с Ковчега Завета, с поражения Шилоп, и после целого ряда пертурбаций Ковчег Завета попадает, наконец, в Иерусалим и попадает в приличествующее ему место, и тогда народ Израиля может как бы сдохнуть спокойно, по крайней мере, на данном этапе. Присутствие Бога среди народа Израиля сейчас как бы обеспечено. Бог не оставил свой народ. Это как бы некоторая идея, которая проходит такой красной нитью через это повествование в книге Шмуэля в начале книги Малахим, но при этом подчеркивается, как мы видели, что в тот момент, когда люди в своем, так сказать, слепом самомнении считают, что они сами вершат историю, Бог вмешивается в происходящее и учит их тому, что на самом деле лишь его суверенная воля стоит за всем. В отличие от этого книга Деврея Мим стремится рационализировать это повествование и привести его в соответствие с текстом. В каком-то смысле это в чем-то сопрягается с концом книги Малахи, где как бы заявлен конец пророческой эпохи, и говорится после этого «Зихру турат муше авди». Пророческая эпоха завершается и начинается эпоха закона. И именно эту эпоху закона в персидский период и представляет нам автор Деврея Мим, передавая по-своему историю о скитаниях Ковчега Завета. Вопросы, замечания? Ну, я опять начну, так сказать, беседу. Меня интересует сейчас уже вопрос. Что нам известно конкретно, когда написано Деврея Мим, когда написана книга Шамуэль? То есть с позиции научной. Что мы можем сказать? Значит, проще начать с книги Деврея Мим. Здесь нам более-менее ясно. Значит, книга Деврея Мим пишется либо, ну, судя по всему, в середине IV века до Новой эры, во всяком случае, судя по всему, до появления Александра на исторической арене. Потому что никаких ни намеков, ни каких бы то ни было языковых, вкраплений, связанных с влиянием греческой культуры в книге Деврея Мим нет. Поэтому это более-менее последнее, как бы последнее столетие персидской эпохи. Это что касается книги Деврея Мим. Что касается книги Шамуэля, то тут все сложнее, потому что, видимо, она создавалась не за раз, а как бы тексты наслаивались. Свидетельством тому является, в частности, сравнение масоретского текста с текстом Септуагинты. Мы к этому вернемся, когда будем говорить о битве Давида с Голиатом. И поэтому, значит, как бы есть в свое время, в свое время, сейчас это практически всеми отброшено, но как бы еще в первой половине 20 века предполагалось, что книга Шамуэля, как и предыдущие книги, и Ошуа, Шуртим написаны были более или менее в эпоху Давида и Шлуму. Ну, скажем так, в эпоху Шлуму, во время Шлуму. Сегодня и с точки зрения археологической, и с точки зрения анализа текста, эта гипотеза почти растеряла своих адептов, с точки зрения археологической, поскольку, судя по всему, то, что нам известно о периоде Шлуму, очень трудно себе представить развитую письменность в Иудее в это время и создание таких масштабных исторических произведений. Сегодня, значит, как бы есть те, кто говорят о том, что книга Шамуэля создается как и основной дефтерономистический корпус во времена царя Йошиягу, то есть перед самым разрушением первого храма, а есть те, кто говорят о том, что она, возможно, по крайней мере, некоторые ее части были созданы уже в пленную эпоху. Это что касается датировки. Вот такая вещь известна, что мог бы быть редактор, который это все приводил в соответствие тонах вообще целиком, то есть все книги и все такое. Мог быть такой редактор или нет? Думаю, что нет. Думаю, что нет, книги уж больно разные. Другое дело, что когда как бы книги канонизировались, то, возможно, какая-то определенная поверхностная редактура вводилась. Но книги уже существовали и до этого. И писали все-таки в разное время. И редактировались тоже в разное время. Тем более, что процесс канонизации книг растянулся на столетия. Так что говорить о каком-то одном редакторе всех библейских книг не приходится. Но Деврея Мим позже было, во всяком случае, чем Шмуэль. Да, несомненно, позже автор Деврея Мим, судя по всему, все-таки пользовался книгой Шмуэля в той или иной ее форме, как своим источником. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Вопросы, замечания? Народ, вопросы, замечания? Народ обдумывает. Понятно. Я только скажу, что в следующий раз мы действительно будем заниматься, как бы мы упомянули сегодня Шауля, и то, что в его царствование Ковчег Завета был заброшен. В следующий раз мы действительно будем говорить о том, как в книге Шмуэля изображается и описывается лишение Шауля его царского сана. Почему и каким образом Шауль лишился царства. Есть несколько версий. Мы увидим четыре разных рассказа, связанных с этой темой, и увидим, что в книге Деврея Мим все это описывается очень кратко. Вот. Это что касается следующего занятия. Окей. Хорошо, если у народа нет вопросов. Тогда мы, по-видимому, закончим на этом. Окей. Закончим, да. Все. Спасибо. Спасибо большое всем. Спасибо лектору. Всем счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.